Я даже их не могу, что называется, по памяти перечислить. Но сегодня у нас довольно интересный разговор, открытый, наверное, впервые, наверное, мы такой открытый разговор затеяли на тему, которая, наверное, никогда, как минимум последние лет 15, казалось, что она уже не актуальна. Эта тема, связанная с возникновением, наверное, в новом формате профессии чайного специалиста, чайного мастера, как мы сейчас только начинаем вокруг этой профессии как-то формировать подходы какие-то, определения, может быть, давать. Как вы знаете, в России, собственно говоря, в чайной сфере у нас кадровая политика строилась, если мы возьмем исторический экскурс, такой сделаем небольшой, советский период. В Советском Союзе, как вы знаете, чай, это был, в общем-то, довольно популярный, но дефицитный напиток. И страна у нас была с государственной экономикой, фактически был один производитель чая государства. И, естественно, оно заботилось о том, чтобы был какой-то канровый потенциал. Готовили специалистов в едином таком формате под конкретные задачи, которые стояли у чайразвесочных фабрик, у фабрик по первичной переработке чая. И, собственно говоря, это была достаточно стандартная, может быть, но качественная система подготовки чайных специалистов, правда, заточена под одну конкретную задачу. После, собственно говоря, распада Советского Союза все те центры, где готовили технологов чайных, тех людей, которые дегустировали чай, которые работали на первичных фабриках, те, кто понимал, что происходит с чайным листом, когда его перерабатывают, эти все центры остались как бы вне территории России, ну, по очевидным причинам, в связи с тем, что, понятно, мы страна все-таки в большей степени северная, у нас осталась часть плантации юги в Краснодарском крае, но, как мы понимаем, в общем, с точки зрения потребления, это не тот объем, наверное, который мог бы покрыть те потребности, которые есть в России. Так вот, с 91-го года, наверное, актуальность, собственно говоря, этой профессии чайного специалиста, она снизилась почти до нуля. В общем-то, какое-то время, 90-е годы, те люди, которые имели уже соответствующее образование, они, конечно, были востребованы в компаниях, которые занимались 90-е годы торговли чаем, потом постепенно там начали возникать в конце 90-х годов фабрики по фасовке, и, в общем, они какое-то время еще закрывали эту нишу. Но потом, наверное, в начале 2000-х годов произошел, естественно, наверное, такой провал кадровый, и почему я и сказал, что последние 15 лет, наверное, эта профессия, этот вопрос особенно как-то не уделяли этому никакого внимания. Но вот благодаря, может быть, тем изменениям, которые происходили на рынке последние годы… Те изменения, которые происходили в последние годы, стало довольно важным получить и, как сказать, стало важным иметь на рынке людей, которые разбираются в чае, которые не просто знают технологии, но и понимают, каким образом можно не просто продать готовый сухой чай, да, там, произвести этот чай для того, чтобы его как-то донести на потребителя, но и приготовить этот напиток таким образом, чтобы человек получил реальное удовольствие. И, более того, еще и не просто приготовить этот чай, а еще и научить человека, потребителя, как сделать чай вкусным, чтобы человек мог действительно получать удовольствие. Вот, собственно говоря, это, на самом деле, главная задача, наверное, которую все мы проследуем. Ну, я такой экскурс сделал, а сейчас хочу, наверное, так как это первый раз мы такой открытый разговор устраиваем, думаю, что он продолжится и дальше, и у нас будут еще какие-то материалы, журналы будем писать, будет какая-то, так сказать, еще эта тема будет как-то еще обсуждаться. Я бы все-таки хотел перейти сейчас к нашим уважаемым гостям, участникам этой дискуссии, этого разговора, чтобы дать им возможность каким-то образом рассказать, наверное, вот коротко, да, о том, а как они пришли в эту профессию чайного мастера, чайного специалиста, как они себя сами ощущают в этом качестве, потому что это, наверное, для многих новая такая, да, сущность. И потом мы попробуем обсудить после такого краткого, скажем так, представления каждого человека, рассказа о себе, о своей истории в чае, потом мы попробуем обсудить, а что мы можем все вместе сделать для того, чтобы эта профессия стала вновь, ну, значимой, актуальной, востребованной, и чтобы мы могли отстроить, скажем так, эту систему воспроизводства, да, чайных мастеров, звучит некрасиво, но тем не менее, чтобы мы могли рынок наполнить теми ребятами, которые могут действительно работать с чаем профессионально и создавать этот напиток по-новому. Давайте пойдем вот так по кругу. Хочу представить, я боюсь ошибиться, сколько регалий у, значит, Полины. Она занимается, собственно говоря, чаем с 2005 года, является чемпионом, действующим чемпионом России в категории «Мастерство приготовления чая». В 2018 году Полина завоевала право представлять нашу страну на мировом переносе, который будет в этом году, и, соответственно, мы будем все наблюдать за ее участием. А у меня вчера была возможность присутствовать на презентации, которую делала Полина на приеме вечернем, и это, конечно, уникальная история. Ну, представляю вам Полину «Океан Сагара». Пожалуйста, расскажите о том, как вы вообще пришли в эту отрасль, скажем так, это направление, и как вы себя в ней ощущаете? Здравствуйте. Здравствуйте, гости. Я пришла действительно в чай очень давно, и это был чайный клуб. Чайный клуб в Санкт-Петербурге «Целый мир» — один из первых. Ну, вернее, их было два первых, они открылись одновременно, например, на 2002-2003 году. Если я пришла туда, там уже была своя устойчивая система воспитания чая и мастеров. Это была школа Накронского, прямая линия передачи, вся классика, два цитата, инструменты «как». Все это было выучено. Я работала чайным мастером, была стимония. Работала также в открытии розничного фондайсии, участвовала и немножко работала продавцом. Вот, ребята, мы очень активно работали с «Доларой», потому что я еще полезу. Мы заваривали еще этнические напитки. В принципе, нас обучали работать и с матой, и с какао, и с ойбасом, и с чаем. Была большая школа, мне кажется, довольно сильная. Большая коллекция чайных, что тоже было уникально. Затем я работала еще в другом чайном толпе, в другом формате, где уже были кальяны и не только какая-то подача, другая специфика работа с клиентом. У меня было такой глубокой эзотерики и всего этого подхода. Но было больше рассчитано на продажи. Работала менеджером оптовых продаж чая по России в первой церкви сегодня. И в какой-то момент я поняла, что достаточно. Я открыла свой интернет-магазин, свой проект и стала проводить чайный тур в Китай. Это то, что мне интересно стало, общаться непосредственно с производителями чая, поскольку мне показалось, что в России я уже взяла все, что я могла взять и нужно учить язык. Я начала учить китайский и стала изучать информацию от него непосредственно. Стала больше контактов. Потом появился в моей жизни этот мастерскап. И вот теперь я здесь. Сложно сказать, что это такое профессия чайного мастера. Вы себя ощущаете уже состоявшимся специалистом? Очень сложно у нас со словами. У нас лишнее слово чайный мастер. У нас, в принципе, нет никакого другого слова, которое бы могло описывать эту профессию. А это словосочетание чайного мастера, оно затерто. К нему есть очень много претензий. Оно не нравится, оно вроде бы как эзотерическое. Но у нас нет никакого другого слова. Потому что чайный сомелье это не передает, в общем-то, всей специфики. И у нас нет градации, когда ты станешь специалистом. Я чувствую, что это бесконечное поле развития. Чем больше я учусь, тем дальше можно учиться. Если ты знаешь какой-то из языков, кроме своего, то ты можешь еще читать другие источники. И ты понимаешь, что там еще до горизонта информации и общения, и всего такого. Поэтому да, сомельникам я считаю себя состоявшим чайным мастерным специалистом. И я могу, не знаю, сколько суток подряд говорить о чае и заваривать его в разных условиях. Но с другой стороны, я чувствую, что это бесконечный процесс. И дорога, может быть, только начинается. Ну хорошо, мы пообсуждаем еще философские дальнейшие развития в этой области. Хочу сейчас попросить молодого чайка Федора, которого я, помню, первый раз увидел на чайном чемпионате в Санкт-Петербурге. Это, наверное, первое выступление ваше было тогда там с чаем. И много раз уже Федор участвовал в чемпионатах и закончил, я так понимаю, что и прослушал курс обучения в чайной школе Сергея Харольского и Дениса Шумакова. И, в общем, имеет большой уже опыт достаточно в чайной сфере. Но как вы пришли? Я помню, кстати, вашу историю, но просто я думаю, что будет интересно ребятам узнать, как пришел Федор в чай. Да, ну еще раз, меня зовут Федор. И у меня все началось довольно давно. Было несколько чайных волк. И уже с этого момента чайной истории могу сказать, что это было третье или четвертое. В 2010 году мне друзья отвели в первый чайный магазин, в котором мы просто хотели купить что-то, что отличается от повседневного чая в пакетиках. Тогда мне нравился чай с жасмином, который в какой-то момент оказался в дефиците в магазине, где я его постоянно брал. И, значит, в Санкт-Петербурге меня привели в магазин «Золотая улитка». И у нас было всего 150 рублей, на которые нам продали 30 грамм сяо-хун-пао. Мы не знали, как его заваривать, и поэтому у нас был один чайник на 500 миллилитров. Мы все это туда засыпали. И в тот день я понял, что чай – это что-то необычное. И меня такого заинтересовала вся эта чайная культура. И та подача, в которой продавщица нам... Мы очень поздно узнали, что это чай парить. После этого на тот момент я учился в лицее, на слесаре механо-сборочных работ. И думал, что после получения среднего образования и специальности пойду устроить в какую-нибудь автофирму. Так вышло, что по окончанию, пройдя собеседование, устроился на завод, который был недалеко от моего дома, «Красный Октябрь». Это полувоенное предприятие, на котором собиралась военная и гражданская техника. Все секреты не раскрывайте на всякий случай. То, что я говорю, это можно выносить в массу. И там собирал детали, точнее, собирал ведущие части у вертолётов, непосредственно редуктор. И нужно было помимо этой работы найти какое-то хобби, найти какое-то увлечение. И большую часть времени я обнаружил, что у меня занимает походы по чайным, то же самое чайным, которое я первый раз управлял. Пока в тайном, мы знаем. И большая часть денег, почти весь бюджет, который у меня появлялся, он утекал почему-то туда. И мне очень было интересно следить за тем, как вроде карманы наполняются, потом каким-то вечером, в субботу или в воскресенье всё это утекает. И стало появляться это уже, наверное, в 2014-2015 году потребность где-то подрабатывать. И в тот же магазин «Золотая улика» я устроился просто ведущим чайного действия. И нужно было... Вы отомстили продавщице чая, которая вам продала 30 грамм? В какой-то момент я принёс ей XiaoFunPao, после которого она сказала, что мы продаем что-то не то. То есть в какой-то момент я нашёл тот самый настоящий. Ну то есть и уже не XiaoFunPao. И с того момента я стал понимать, что какие-то сформировались пацифистские убеждения, нужно было определяться в жизни. И работа на военном предприятии меня уже не устраивала, хотя очень неплохо меня спонсировала. Тогда за недостатком знаний, но уже с умением заваривать чай, я ушёл учиться уже более профессионально. тоже в одном из ответвлений школы Бронислава Брониславовича. Это Северо-Западный клуб чайной культуры в Санкт-Петербурге при магазине его речая. Евгений Кашкалов, может быть, кто-то его знает. Это мой первый чайный учитель. И после этого мне открылось, что нужно соглашаться для развития, постоянно для продвижения вперёд, идти и отвлекаться на все предложения в чайном мире, которые к нам приходят. больше общаться с людьми. И тогда я начал проводить небольшие мероприятия по всему городу, устраивать чайпитие, ездить просто чуть ли не до чая на крыльце, там чая на каком-нибудь газончике и у остановки. И тогда сформировался уже подход к правильному общению с людьми с разного возраста, с разных возрастов и разным складным марта. То есть очень сложно донести до разных масс одну и ту же информацию. То есть всегда нужно подстраиваться. Это опыт, который, по-моему, бесценный, и вот приходит как раз в общении и постоянной практике. И уже к 2017 году, то есть я всё работал на этом заводе, и искал уже места. Искал места в Балсанне-Петербургу. Понял, что именно по профессии ведущего чайного действия, то есть они действительно есть, но часто связаны с обычной продукцией, просим вас не производить раздачу продуктов питания. Если у вашей компании остались излишки продуктов, вы можете принести их на стенд-организаторов IT для передачи благотворительную услугу. Стенд-организатор IT расположен в поведении 2, зал 5. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Абсолютно спонтанно за три дня до начала меня туда пригласили. Я подумал, ну почему бы нет? Опять ответил, да, согласился. В день перед соревнованием нашёл всю чайную утварь, туда приехал. И совершенно не готов ехать в Москву, потому что там ни отпуска ничего не было, это были выходные деньги. Я как бы мог это сделать. И впоследствии после чемпионата я понял, что это место Питер меня очень сильно держит. И именно в тот момент стал искать какую-то чайную работу, которая связана с чаем. И понял, что нужно продолжать учиться. То есть в чайной сфере сейчас очень востребованы, допустим, маркетологи, люди, которые обладают организаторским талантом, потому что те, кто заваривают чай, чаще всего не умеют собирать вокруг себя людей. То есть тебе нужен человек, который заработает, который соберёт людей, который поможет этому человеку заработиться. И я как раз стал углубляться скорее вот в эту историю. То есть не зная, чем люди, которые заваривают чай, занимаются, невозможно правильно работать с таким, вообще с этим сегментом, с сегментом представления глупого заваривания чая. И в процессе ознакомления с необходимой информацией, с уже сформировавшимися подходами, я приехал в Москву. День года, наверное, искал то место, которое поможет мне развиваться и соответствует моим представлениям по современному представлению чайных услуг. И когда уже имею знакомство с компанией «Бирюзовый чай», с сегментом Ильдовичем Карольским, я понял, что нужно идти к нему, потому что именно с этой компанией, именно с этого этапа может продолжиться в правильном русле самое интересное. То есть это этап, очередной этап в вашей чайной жизни. Хорошо. Ну, опять же, мы будем, я думаю, разовьем потом темы. Я перейду на правую сторону, представлю с правой стороны тоже две очаровательные девушки, мастера, Наташу Пархаренко, с которой я познакомился в первый раз на одной из съемок на какой-то телевизионной какой-то передаче. Тоже она была посвящена чаю, и Наташа там выступала, рассказывала про чай. И с тех пор, вот, как говорится, мы поддерживаем отношения. И вот я могу сказать, что Наташа много раз уже выступала и в соревнованиях, и добилась в конечном итоге того, что стала национальным чемпионом тоже в этом году. И Наташа тоже поедет на мировой чемпионат, будет представлять Россию. Ну, расскажите, как вы в чай пришли? Да, спасибо. У меня на самом деле тоже интересная история. Я вспоминала свое детство вообще, насколько я любила, не любила чай. Ну, как у всех, у меня было две бабушки. Вот одна бабушка готовила чай, засыпая черный чай в чайник, оставляла, ну, заливала кипятком, ставила на печку, и это могло стоять сутки или чуть больше, разбавляя это кипятком. И вот такой чай я вообще не любила. То есть я не могла назвать себя, ну, вот, чайманом, да, вообще любителем чая. А вот ко второй бабушке, когда я приезжала, то там у меня была возможность собирать разные травки. В целом я по жизни любитель травок, да, то есть вот я была маленьким ботаником с самого рождения, и эта тема меня интересовала, и когда я уже выросла, я пошла учиться на агронома, потому что это травки, это выращивание. Когда закончила, ну, уже так несколько лет отучилась, у меня была работа, и тут мне подружка предлагает пойти в Кантату, это сеть розничных чайно-кофейных магазинов, и, ну, я так обдумывала, думаю, я ничего не знаю про чай, вообще, смогу ли я когда-то этому научиться. Ну, в общем, пошла. Начала это изучать, мне был чай интересен именно с точки зрения того, что он растение, не столько даже на самом деле про вкус, а вот просто это сухое интересное растение, как же оно выращено, как оно произведено, вот эти нюансы меня больше интересовали. Я стала изучать самостоятельно, через год я стала тренером по чаю, ну, вот все больше и больше углубляясь, я не была никогда сторонником, например, вот как Полина, да, классических церемоний, то есть я не любитель прям вот чайных клубов, да, у меня вот другой подход, и со временем мне давали образцы, там, для описания вкуса, я там вначале пробовала, думаю, что ничего не понятно, да, ну, вкус и вкус, как описать его сложно, потом уже это пришло с навыком, да, что можно попробовать и сделать целое описание, ну, в общем, спустя время я начала заниматься именно только чаем, да, уже ушла с роли продавца, получается, и занимала должность тренера, назовем, не знаю, чайного консультанта компании, вот, и буквально три месяца назад я получила прекрасное предложение от компании Май, вот, и ушла, собственно, к ним, для того, чтобы расширить свой горизонт в мире чая, я работала, да, и, получается, с развесным ароматизированным или листовым чаем одного качества, ушла в, ну, для определенного круга людей, да, ушла в чай, который производится для большого количества населения, да, и это совершенно другой мир, это вот просто другая реальность, другой подход, это очень интересно, вот, и несмотря на то, что я несколько раз получала от своих предыдущих коллег комментарии, ну, как, как, как можно было уйти, да, в компанию, где занимаются пакетированным чаем, ну, потому что есть предвзятое такое отношение, что, ну, так же, как те, кто пьют классический чай и не любят ароматизированный, часто говорят, ну, там, типа, ароматизированный это не очень хорошо, вот, так же и те, кто пьют листовой, есть отношение к чаю в пакетиках, что, там, это пить невозможно, ну, вот, мне интересно изучить и то, и другое, и у меня нет такого предыдущего отношения, что нужно пить только одно, либо только другое. Ну, такой своеобразный карьерный рост у вас получился, как я понимаю, да, то есть постепенно, постепенно, но вы осваиваете разные сегменты чайного рынка. Да, наверное, моя маленькая мечта, та, которую приоткрою, хочу добраться до производства, вот, то есть, все-таки попытать, ну, вот, до плантации, может быть, до выращивания, не знаю, смогу ли я это, да, применить в своей жизни, как агроном, как агроном, да, как раз, вдруг у меня появится маленькая чайная плантация и соберемся тогда там. Здорово, ну, тогда передаем микрофон Ане Свящевой, который тоже является уже таким знаковым лицом чайной, новой чайной индустрии, как я это называю. Аня один из, наверное, таких лучших миксологов, которые, и людей, которые делают хорошие композиции. Она, кстати, победила у нас в прошлом году, да, по-моему, национальным чемпионом была России в категории, как раз, чайной композиции. И это, в общем, большой, так сказать, был успех. Я помню ее выступления и потом на горовых чемпионатах. Это, конечно, было круто. И там многие отмечали тот креатив, который шел от Ани. Ну, и сейчас Аня у нас работает ведущим чайным специалистом, как я понимаю, в сети Кофеин WB, но, видимо, WB, учитывая результаты последних дней вот здесь на площадке проходили чемпионаты, WB очень уверенно осваивает чайное направление и ребята, конечно, там начинают активно. Видимо, тоже при помощи Ани. Ну, Аня, пожалуйста, вам слово. Как вы пришли вообще к чаю и как вы себя ощущаете в этом новом качестве чайного мастера, гуру? Я всех приветствую. Меня, собственно, зовут Аня. Я пришла в чай из кофейного мира. Кофе занималось достаточно долго, это порядка восьми лет. Это было в городе Волгограде. И однажды я чисто за компанию решила поучаствовать в чайном чемпионате. То есть, до этого у меня был опыт участия в кофейных чемпионатах, а также опыт тренерской деятельности. То есть, я выступала как тренером. Вот. Было достаточно интересно и, на мой взгляд, успешно. Это такой определенный путь. Ну, и, собственно, в чай как раз-таки был отборочный я в Ростове. И моя коллега, собственно, которая должна быть учательником, и мы, собственно, готовили ее до первого места, вот. вот она заболела и я решила, что... Ну, как бы, раз я решила, что нужно поучаствовать, поеду. Там получилось первое место, и, собственно, это... потом в России, соответственно. Ну, на России я заняла третье место, но вот этот момент, наверное, все-таки был ключевым. Я таким образом вовлеклась от этого процесса. Мне понравилась определенная тусовка, с кем-то там познакомилась. Вот. У меня был какой-то определенный взгляд, как это должно происходить. То есть было безумное количество идей в плане сочетания чая с каким-либо другими ингредиентами, потому что я достаточно активно изучаю миксологию. Мне нравится сочетать различные продукты. Это может быть чай, это может быть вино, вообще все, что угодно. Поэтому чай, естественно, я рассматриваю исключительно только с гастрономической точки зрения. Я не вовлеклась в философию, мне неинтересно. То есть я вот сторонник гастрономической стороны. Поэтому на сегодняшний день ... Да, точно. Внутри, конечно, сегодняшний день у меня есть возмущение в плане того, что да, у нас возможно прогрессивные чайные клубы, но это настолько узко, и это для какого-то очень маленького процента населения это доступно. То есть не каждый день ты будешь ходить в чайный клуб, но нет возможности выпить классный чай, интересный, так скажем, сегменты спешлити, просто зайдя в какую-либо кофейню либо в какой-то ресторан. То есть вы наверняка имеете все мнения о том, что в ресторане плохо готовят чай, либо в какой-то кофейне, ну, либо это какой-то узкий сегмент, черно-зеленый, какие-то классические позиции, которые есть у всех. Вот, поэтому если мы хотим что-то интересное, естественно, мы идем в клуб, потому что там могут нам что-то особенное привезти, максимально свежее, которые, не знаю, пару месяцев с плантацией привезли. Вот, именно в направлении хорики этого абсолютно нет, поэтому мне кажется, что сейчас именно должен произойти такой прорыв, как происходит с кофе, да, то есть кофе на сегодняшний день у нас достаточно прогрессивен, в отличие от чая. Вот, это немножко мы перёд зашла. В общем, прошло время, я переехала в Москву, соответственно, был очередной чемпионат, я, по-моему, подготовилась, заняла первое место, была моя жесткая цель, вот, было выступление в Китае, это достаточно очень такой крутой опыт, это знакомство с невероятными людьми, вот, в общем, мне понравилось. Что вы хотели сказать? Я хотел спросить, вот, учитывая, что, в принципе, мы общее представление, наверное, такое получили уже, обо всех, кто, как бы, сейчас развивается в Чаево, достигли, как мы уже понимаем, да, достигли определенных тоже уже и карьерных высот, и хотелось, вот, для меня, как бы, вопрос, который стоит, может быть, я с другой стороны на него смотрю, потому что, наверное, занимаюсь вопросами организации, скажем так, такой отраслевой активности, да, для меня очень важно понять, насколько, вот, вы, как практики, да, ощущаете, что, есть ли уже, сформировалась ли уже востребованность в кадрах, да, это первый вопрос, который у меня есть, насколько рынок требует специалистов, людей, которые разбираются в чай больше, чем обычный потребитель, это первая часть, и вторая часть, ощущаете ли вы нехватку каких-то образовательных продуктов, которые позволили бы вам усилить, скажем так, ваши знания, увеличить эти знания в сфере чая, вот это то, что я хотел бы, так, чтобы вы еще раз прошлись, может быть, на этой теме. Можно я еще немножко закончу и тоже отвечу на этот вопрос, вот, значит, на сегодняшний, ну и, собственно, у меня есть внутренний такой спор, да, почему такая несправедливость по отношению к чаю, потому что, ну, это интересный для меня продукт, и, собственно, я думаю, каким образом мы можем это поменять, и поэтому я подумала о какой-то большой компании, в которой мы можем это реализовать, вот, и, ну, естественно, я выбрала лучшую компанию, которую можно себе представить, у России, а я выбрала компанию Double B, вот, и, то есть, это те люди, которые позволяют реализовать идеи, и сами являются вдохновителями, так скажем, всей чайно-кофейной тусовки, вот, поэтому там, сегодняшний день мы тоже делаем небольшие шаги в этом плане, в плане вовлечения как раз-таки ребят участвуют в чемпионатах, потому что участие в чемпионатах это определенное развитие. это было бы интересно, что дает участие в чемпионатах в таком плане карьерного, профессионального роста, влечет какие-то последствия для человека, который развивается в этом направлении, или нет. Соответственно, если человек увлечен продуктом, то есть он может делать себе какое-то определенное имя, здесь несколько путей, да, то есть ты можешь участвовать в чемпионате и показывать себя с отличной стороны, также ты своим отношением формируешь отношения людей, которые к тебе приходят в твою кофейню, соответственно, ты также развиваешь уровень того продукта, который вы представляете, вот, опять же, это можно делать все через тех людей, которые работают непосредственно за варной стойкой, вот, поэтому наша задача обовлечь ребят, увлечь этим продуктом, для того, чтобы они доносили нашу идею нашим гостям, вот, поэтому... Когда переименуете Double B в чайную? Подождите, у нас Double B чай, кофе и чай. То есть это не кофейня? Уже не кофейня? Нет, мы сейчас хотим подтянуть как раз-таки чай, чтобы он был таким же прогрессивным, как и кофе. Хорошо. Но вот говоря о том, что я, так сказать, первые там два вопроса, которые я задал, насколько вы чувствуете востребованность таких, да, в людях, которых специалисты, это первое. Вы представляете, в общем-то, работаете с компанией, которая, сколько сейчас, 70, наверное, да, больше, 70 мест реализации и кофе, и чая, потому что чай тоже продается в WB, хотя, может быть, такого прямого акцента сейчас нет. Ощущаете ли вы востребованность? Это первое. Где вы берете этих людей? Это второе. и есть ли, как я уже сказал, какой-то дефицит в продуктах, да, таких, образовательных продуктах, где, собственно говоря, можно получать соответствующие образования? По поводу кадров, политика компании такая, чтобы воспитывать, да, эти кадры и, соответственно, вовлекать в этот продукт, поэтому всегда проще научить человека и... Перековывайте кофейник. Нет, мы их и делаем с посолистами в той, в той области. Вот, безусловно, по поводу информации даже чисто для себя, так как я не недавно в случайном мире и мне сложно, да, найти источник, где можно питаться этой информацией, поэтому как было у меня из кофе, когда я начинала, то есть это исключительно только какое-то самообучение по крупицам ты собираешь эту информацию и, опять же, общение с людьми допустим, мирового, да, у них есть больше опыта. То есть пока фактически вы считаете, что пока есть только возможность самообразования через какие-то, может быть, отдельные книги, интернет, общение со специалистами? А вы знаете, такое место, где можно прийти и поучиться и быть классным специалистом? по чаю. По чаю. Хорошо, мы придем к этому. Наташа, пожалуйста, тоже выскажите свое мнение относительно того, насколько вас требованы люди и с вашей точки зрения и все-таки как получить сегодня образование, где получить, как вы получаете образование в чае. Хорошо, тогда начну с образования. Свое чайное образование я получила по крупицам, собирая в течение уже 7,5 лет, вот как раз, как только я пришла в кондату, я сказала, что я не проходила никакие чайные школы, и все мое обучение строилось ровно на моей личной практике, на том, что я что-то пробовала, я много читала, я много смотрела, анализировала, при этом, опять же, много источников, то есть, с одной стороны, интернет сейчас огромный источник ресурсов, есть небольшое количество чайных книг, но какие-то моменты бывают, расходятся, и здесь важно анализировать, сопоставлять эти факты, потому что, поскольку я занималась обучением сотрудников, то я постоянно получала кучу вопросов, да, а как это, а как это, и вот это стимулировало меня узнавать, а как же это, потому что я просто не могла им ответить, ну, в начале, да, особенно было сложно, и вот со временем, конечно же, тут почитаешь, там почитаешь, подумаешь, потом еще пообщаешься с опытными людьми, которые видели это все на практике, и тем самым уже строишь свою картинку, свое видение, как это есть на самом деле, то есть не знаю, есть ли такая школа, потом расскажете, есть ли она есть, но на мой взгляд, здесь большая часть это все-таки про самообучение и большое желание, просто огромнейшее желание. Хорошо, переходим к... Я отвечаю про предыдущий вопрос? Правильно. Да, что касается востребованности мастеров, то, вот, скажем так, после участия в чемпионатах, я получила, после победы в чемпионате, получила несколько предложений о работе, собственно, одно из них я приняла, другие, там, где-то я раздумывала, где-то я сразу отказалась, но в целом я чувствую, что, то есть порядка четырех предложений за полгода я получила работе, то есть это, на мой взгляд, весьма и весьма... Это круто, с учетом экономической ситуации сейчас в стране, это очень круто. Да, но здесь как раз речь шла в большинстве случаев о чайной миксологии, да, создании каких-то чайных напитков, чайных коктейлей, то есть, видимо, эта сфера сейчас будет набирать обороты, потому что ниша была пустая, да, если бары были, ну, и остаются активным местом посещения, то сейчас многие задумываются, как бы переориентировать людей на чайные такие заведения. Понятно, спасибо. Что думает по этому поводу классическая клубная школа? Ну, на самом деле все действительно так. После небольшого количества участия в разных мероприятиях тоже получал разные приглашения, чаще всего предложения по работе чайным пти-тестером в разных компаниях. И на данный момент, так мне кажется, это одно из таких немногих мест, куда приглашают специалистов по чаю с возможностью карьерного роста. но также сейчас создается как раз сегмент подачи чая как в услуги в ресторанах и в клубах. Не в клубах чайной культуры, а как бы в клубах общего времяпрепровождения. И сейчас как минимум наша школа по анализованным чая отлучает уже на протяжении многих лет как раз специалистов, которые могут получить квалификацию в сфере предоставления услуг по завариванию чая с возможностью такого же карьерного роста, то есть все начинается с того, что необходимо создавать как подошли к этому вопросу вот мы сами. Сергей Владимирович создал школу, которая охватывает как обучение профессиональное людей, так и предоставление возможности работать в ресторанах и разных заведениях. То есть востребовано на самом деле, то есть ребята, которые заканчивают у вас обучение, они в общем-то знают, куда они идут или они приходят прямо из этих мест? Мы договариваемся заведения о том, чтобы они прислали нам персонал для обучения и есть такие варианты. И есть как раз возможность людям прийти обучиться и после этого с нашей помощью они предлагают свои услуги в разных заведениях. Вот, допустим, одно из последних это сейчас Blackstar Burger и вы готовите к нам все. Хорошо. Полин, добавите? Добавлю. Грустно, конечно, все в чистой чайной сфере, где нет ни алкоголя, ни кофе, ни жухи. Чайные клубы, какие они есть, это формат уже, безусловно, отживший и неинтересный, хотя коллекция бывает там хорошей. Спрос на кадры в магазинах чая и в чайных клубах очень переменчивый и, как правило, берут людей без образования, чтобы их обучить и минимальную зарплату им платить. То есть это совершенно грустная история. спрос на чайных мастеров проведения чайной церемонии какие-то выяснили, это тоже очень минимальный. Но в том виде, какая она есть, например, классическая, берем Бронислава, Нагройского, это тоже не очень интересно. И это непопулярно. Вся эта сфера в таком виде она... Вы соглашаетесь в каком-то смысле с Аней, да. Я соглашаюсь абсолютно полностью с Аней. Это все неинтересно в том виде, как оно есть. Даже если у вас там 20 супер вариантов Дахункау, кому они нужны, если вам заваривают это в таком виде, это уже неинтересно. Все должно быть гораздо динамичнее. Пожалуй, единственное заведение в Москве, я знаю, которое делает это интересно, это Виктор Йенин на заведении все. Там можно попить и классические варианты чаевки, и какие-то миксы, и закуски интересные. Вот это здорово. В Питере такого, по-моему, нет вообще. Нет. Спрос на чайных мастеров, значит, вы поняли, никакой предложений мне поступало. Очень мало. Может быть, потому что у меня свой сайт, и люди понимают, наверное, что мне интереснее работать на себя. Хотя, да, есть предложение проводить чаепитие, и завтра мы в Питере открываем музей чая, кстати, единственный в России. Он пока что официально будет. Посмотрим, что из этого получится. Там как раз проект такой, что это будет современный зал в стиле Дима, яркое, цветное, без вот этих вот циновых и свечей. То есть, это все должно быть динамично и интересно. Но что получится на самом деле, и какой там будет подача, и как будут работать люди, все зависит ведь от людей. Одно дело, когда мы разливаем вот это все и вот так вот плавно говорим про какую-то эзотерику, и другое дело, вот это динамика, заводное, все кофе, быстро, классно. Чай должен быть таким же, он может быть таким же, он не потеряет свои прелести, просто нам нужно выработать формат. По поводу обучения, я обучаю желающих, но у нас тоже нет никакой системы отработанной, которая была бы верной, много даже моментов, которые вызывают сомнения, но даже если мы пусть выберем какой-то вариант, нет никакого учебника, нет никакой определенного сайта, я всем говорю, читайте Дениса Шумакова, смотрите Дениса Шумакова, но это тоже огромный сайт, и выудить из него информацию конкретную, это тоже сложно, особенно для новичка, поэтому проблема с образованием есть большая, и та школа, которая есть, которая, да, вот очень узкие специалисты знают Хорольского и Шумакова, например, для тех, кто открывает какие-то маленькие магазины даже по Питеру, сказать им, что, вы знаете, я вот закончила эту школу, ну, тоже не факт, что это будет, нам, мне кажется, нужно популяризировать в принципе чайную тему, когда чай будет пить Сергей Шнуров, Земфира, не знаю, Ксения Собчак, и вот все они будут в сторис своих утренних это делать, и говорят, что я получаю нормальный, не важно, пакетики, это не пакетики, когда в принципе для большинства населения это будет интересно, это будет нормально, а не как-то ауч, они клуб, пойдем раз в год сходим туда, когда это будет обыденное, но интересно, тогда у нас у всех будет хорошая работа, я предлагаю на чемпионал национальный позвать кого-нибудь, поучаствовать или посудить? даже просто быть гостем, даже просто поприсутствовать, и я им завариваю чай, если что, в уголке, просто мы попробуем со Шнуровым договориться, что-то такое, ну да, это, кстати, понятно, что вот сейчас фактически мы затронули одну из тем с той стороны, которая как бы влияет на самом деле на кадровую историю, конечно, кадры, ребята, они станут востребованы, когда на рынке есть спрос на тот чай, который они делают, и, конечно, мы все должны в первую очередь думать о том, как нам повысить спрос на такой продукт, вот вчера я уже упомянул, у нас был вчера вечер индийского чая в одной из гостиниц в Москве, и там в том числе вот Полина готовила, сначала презентовала, потом давала возможность гостям попробовать возможность попробовать тот чай, который приготовлен, ну, может быть, не совсем стандартно, хотя чай-то вроде бы классический дарджелинг, вроде бы все знают, знают как бы его основные характеристики, но я вам могу сказать, что там было больше 200 гостей, и я сам-то, в общем, как бы стыдно признаться, но я впервые Cold Brew как раз дарджелинг попробовал первый раз, и могу сказать, что это, конечно, было потрясающее ощущение, и все люди, которые, все гости, которые, ну, там, так или иначе обменивались впечатлениями от вечера, от презентации разных мастеров, я вот говорил, ребят, сходите, попробуйте вот этот холодный дарджелинг, заваренный, и возвращались ребята, ну, там, и взрослые люди, и специалисты, там, с большим опытом, и те же самые индейцы, которые, казалось бы, в дарджелинге знают толк, да, вот они приходили и говорили, да, слушайте, я первый раз такое пробую, это действительно, какой же вкус, я говорю, вот это то, что, собственно говоря, может двинуть чайный рынок вперед, конечно, когда мы работаем с потребителем и даем ему возможность пробовать, но сейчас, вот то, что мы сейчас вот опять же обсуждали, да, очевидно, что какое-то, у нас, к сожалению, есть ограничение по времени, мы не можем, наверное, совсем уйти в глубину, да, этой проблематики, но очевидно, что существуют какие-то начальные ростки, да, вот, востребованности в новом продукте, в новом чайе, в новом лице чая, да, так скажем, в местах, где его можно попробовать выпить, в тех способах, которые можно использовать для его заваривания, и те ребята, которые сейчас, на мой взгляд, будут в эту сферу вливаться, они, конечно же, стоят у истоков нового совершенно рынка, чайного рынка, будущего, как я это называю, в общем, собственно говоря, тот чемпионат, который проходит уже, там, в 18-19, уже, в ближайшее время присоединяются еще ряд стран, там, такие, как Канада и Соединенные Штаты, вот, мы недавно, так сказать, завершили там процессы переговоров, я могу сказать, что это, это, ну, вот, эта возможность увидеть ребят через этот чемпионат, показывает, и мы видим, как бы, вот, как аналитики, скажем так, вот, и я, и Денис, мы часто анализируем эту историю, со стороны видим, что начинается, вот, новый рынок, и здесь важно, конечно же, участие всех, со своей стороны, да, своими способностями, креативными возможностями, которые есть, и мы видим, что будущее у человека, конечно, будет хорошим в этом плане, отсутствие, вот, мы, я специально задал вопрос, насколько есть тот инструментарий по образованию, который доступен сейчас, очевидно, что не хватает, во-первых, систематизации, то есть, очень много информации есть, безусловно, есть старая классическая школа, тех людей, которых готовили там в советское время, они, на самом деле, были образованы, конечно же, с точки зрения технологии, да, и с научных подходов были образованы, конечно, очень сильно, они знали о чайном листочке, все, что происходит с ним в процессе там тех или иных режимов ферментации, там, как влияет влажность, сушка на тот или иной вкус или аромат, изучали там сотни ароматических компонентов, компонентов, но, конечно, они отсекали вот эту часть образования и заканчивали ее на моменте производства чайного продукта, но, к сожалению, вкус чая можно ощутить, только когда ты его завалишь, если ты не продвинешь дальше вот эту историю, скажем так, не создашь систему и не исследуешь вот эту сторону дела, да, по тому, как заваривать, как влияет тот или иной режим, да, систематизировать эту информацию, безусловно, нужно, и благодаря чемпионату, как минимум пока, благодаря чемпионату, нам удается хотя бы собирать практику, в разных странах по-разному подходит, эта практика в конечном итоге ляжет в основу вот тех трудов теоретических, которые впоследствии ребята будут анализировать разную практику в разных странах, она создаст вот ту часть, ту информационную платформу, которая позволит дальше развиваться уже ребятам, приходящим в чай на следующем этапе, им будет проще. Есть, понятно, классическая технология переработки чайного листа и есть вот та практика, которая ложится в основу того, как надо заваривать, как можно заваривать и что мы получаем в процессе заваривания чая тем или иным способом. Это, ну, ближайшие годы мы сейчас на самом деле находимся все, вот все, кто сидят в зале и вот здесь перед вами, находимся в процессе создания, собственно говоря, новой чайной науки в том числе, да, науки заваривания чая. Поэтому, ну, мне уже вот организаторы показывают, что время у нас лимитировано и за моё опоздание мы не успели, там у меня было пара заготовок тематических, которые хотелось тоже хотя бы услышать ваше мнение, но давайте мы сделаем так, поступим, так как я вначале сказал, что это первый такой разговор просто о чайных профессиях, о том вообще, куда двигается чайный рынок, да, мы только это начинаем. Я думаю, что мы, безусловно, продолжим это на страницах журнала, на страницах журнала, я буду просить в том числе Дениса уделить этому, этой теме внимание чуть больше и мы попробуем продолжить этот разговор там, а впоследствии будем возвращаться к нему, у нас будут еще, ну вот в России в марте будет мероприятие, которое...